Это было обычное утро. А ты закрой глаза, рассказывай, что ты видишь. Никого, пусто, мне это нравится. Без остановки я его люблю. Уважаемые дамы и господа, добрый вечер. Я рада приветствовать вас на ежегодной церемонии вручения премии газеты The Art New Spaper Russia. Прошедший год был трудным и тяжелым для всех, и для нас тоже. Но, тем не менее, несмотря на вызовы ковидного времени, сеть наших изданий укрепила свои позиции глобального лидера, информационного лидера в мире искусства. The Art New Spaper Russia также продолжает свою работу. И вот уже в девятый раз мы подводим итоги года в мире искусства, размышляем о том, какие выставки, музеи, реставрации, книги об искусстве и меценаты больше всего запомнились в прошедшем году. Я благодарю редакцию нашей газеты во главе с главным редактором Левианой Орловой, а также всех участников создания этой церемонии. Девятое ежегодное премия The Art New Spaper Russia. Номинация «Книга года». Наталья Семенова, серия книг и коллекционеров Шиперов Морозов в Острауколе. Приз вручает телеведущий журналист Владимир Познер. Знаете, я думаю, что может быть самое главное, что создало человечество, это книга, которая дает нам знания, которая возбуждает наше воображение, от которой иногда мы засыпаем, а которая иногда не дает нам спать, которая нам открывает историю. И благодаря ей мы знаем, что было и тысячи лет назад, мы знаем Древнюю Грецию, Рим. Правда, были такие общества, которые боялись книг, которые сжигали их, запрещали их, репрессировали за то, что их читали. И были такие моменты в разных странах, когда книги уничтожали, чтобы люди не знали истории, потому что эта история была нежелательна. И люди, которые это делали, думали, вот это уже теперь навсегда, никто знать этого не будет. Они ошибались. Потому что всегда находится человек, который, на мой взгляд, совершает подвиг. И я это, к слову, употребляю абсолютно точно. Который все равно возвращает нам историю нашей страны, нас самих. И то, что сделала Наталья Семенова из этого разряда, я с огромным удовольствием вручаю ей эту премию. И я благодарен ей от всего сердца. Большое спасибо. Большое спасибо. Я, конечно, не ожидала, что это я буду первой. Я думала, что я буду завершать, как всегда. Но я хочу сказать, что я вообще себя так представляю примерно на какой-нибудь там номинации киношной, когда вручают за вклад, за честь и достоинство. Но поскольку, наверное, те, кто меня все-таки выбрал, знали, что в этом году исполняется ровно 50 лет, как я пришла в Кушкейский кинос. О! И, конечно, мне тягаться с моим другом Гройсом, ну, бессмысленно, потому что я пишу совсем другие книжки. И мои книжки, что мне очень приятно, читают, как музейные кассирши, так и очень известные люди, чем я не буду перечислять, чтобы как бы не возгордиться. Но на самом деле, мне иногда кажется, когда ко мне подходят дамы примерно моего возраста и говорят, что мы выросли на ваших книгах, я немножко вспоминаю то, что я же еще написала одну биографию Александра Лабаса, и когда один человек искал Лабаса где-то за городом и спросил, не знаете ли, где живет художник Лабас? Он сказал, а вас это я. И человек сказал, так вы еще живы. В общем, я примерно, примерно вот в такой вот, как сказать, ощущаю себя, вот особенно, когда подходят, вот, и вот это говорит. И вот Владимир Владимирович оценит, одна дама, написав большую обо мне статью, назвала меня Треблайзер. То есть, первопроходец, первооткрыватель, и мне, я сейчас уже, как сказать, в этом возрасте мне очень трудно вспоминать английские слова, но вот это слово Треблайзер, оно мне, конечно, ассоциируется с Блайзером или с чем-то еще, но никак не с тем, что я сделала. И, на самом деле, я, конечно, вот думала, что сказать, а потом мне вдруг пришло в голову, что, на самом деле, я себя, как бы, вижу английским садовником, который, знаете, как сделать так, чтобы у вас был идеальный газон? На 300 лет утром встреча, вечером поливать. Ну вот я, значит, 15 лет каждый день стою и, значит, что-то такое делаю, и в итоге это что-то вырастает, и выросли две выставки, то есть одна выставка уже выросла, это была выставка Щукина, которая была в Париже и Москве. Я надеюсь, что пандемия нам не помешает, и вырастет выставка Морозова, в которой будут участвовать несколько музеев, и в том числе даже Третьяковская билерея, ну, как и раньше, и Пушкинский, и Эрмитаж. И я вот такой вот, значит, садовник, и мои плоды кому-то, в общем, нужны. И на самом деле я хочу сказать, что иногда я даже не понимаю, как это произошло, потому что некоторые говорят, что вот ты копала, копала вот одну и ту же вот эту вот, не знаю, что там, яму, канаву, и вот в итоге ты прокопала, и вот теперь ты тут стоишь на этой сцене вот с этим призом. Но на самом деле я даже совершенно об этом не задумывалась, потому что когда я все это начинала, вообще об этом, как сказал Владимир Владимирович, вообще нельзя было даже говорить, потому что за это, за коллекционирование сажали. И я хочу всех поблагодарить, кто здесь сидит в зале, потому что здесь очень много моих друзей, и если они думают, что я им перестану рассказывать про Щукина с Морозовым, они глубоко ошибались. И также моего сына, чье детство было наручено этими, в общем, героями, но зато он стал трендационером. Всем спасибо. И что тут за багаж? Ну, в основном культурный. А кому он нужен? В зеркало посмотри. Какую ты имеешь внутри себя культуру, так ты и выглядишь. Собирай все, кроме равнодушия и невежества, и тогда ты, может быть, выживешь. В церемонии принимает участие Московский оркестр современной музыки Open Sound Orchestra, руководитель оркестра Станислав Малышев, и актриса театра и кино Ксения Рапопорт. Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты. Огромный оборудованный в начале войны сейф открывалась в особой, известной лишь хозяину секретной последовательности. В целях охранения, изучения и, возможно, более полного ознакомления широких масс населения с сокровищами искусства и старины, находящимися в России, Совет народных комиссаров постановляет. Произвести первую государственную регистрацию всех монументальных и вещевых памятников искусства и старины, как в виде целых собраний, так и отдельных предметов, в чьем бы обладании они ни находились. Комиссии по охране и регистрации памятников искусства и старины предоставляется право немедленно брать на временный учет все монументальные вещевые памятники, как в виде целых собраний, так и отдельных предметов. владельцам взятых на учет предметов или собраний, оказывается содействие в деле их охранения и выдаются особые охранные грамоты. Девятая ежегодная премия The Art Newspaper Russia. Номинация «Реставрация года». Номинации «Реставрация года». Северный лесной вокзал. Я хочу общей души поздравить победителей этого конкурса, потому что вообще, мне кажется, такая конкуренция была довольно жесткая и нелегкий выбор был перед редакцией The Art Newspaper Russia. Поздравляю. И сегодня лучшего ваших творческих дел. Приз принимает заместитель генерального директора ГУД Мосгорбранс Максим Коновалов. Исполняющий обязанности директора Филенова Северный речной вокзал ГУД Мосгорбранс Сергей Рамазанов. Генеральный директор компании «Арт-стройтехнологии» Александр Ушаков. Генеральный директор компании «Инженерной геологии исторических территорий» Виктор Кувшинников. Главный архитектор проекта Константин Беляев. Хотелось бы поблагодарить за премию, поблагодарить команду, которая участвовала в департаменте транспорта, ГУД Мосгорбранса. И кто еще не был, пригласить всех на территорию Северного речного вокзала. Нас еще есть чем удивить вас. Добро пожаловать. Рассуждая о времени, спрягая глагол «есть» и разлагая «жизнь на вчера, сегодня и завтра», будто эти слова отличаются друг от друга по смыслу, будто не сказано «вчера» — это лишь другое имя сегодня. Дамы и господа, в церемонии принимает участка участие солистка Пермской оперы, лауреат премии «Золотая маска» Надежда Павлова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Более 200 лет назад Екатерина II запретила иметь металлургическое производство ближе к 200 миль от Москвы. И владельцы тогда завода, братья Баташовы и основатели, основали его в Унексе. Это приблизительно 300 километров от Москвы. На самом деле огромное спасибо за такую высокую оценку экспертной жюри газеты и признание нашего вклада, большого вклада в действительно небольшой промышленный город. Десять лет тому назад, чуть больше, когда мы задумывали свой фестиваль, это задумывалось как такое событие, в общем-то, для молодежи и подростков. И тогда мы даже и не предполагали, что языком современного искусства у нас появится возможность преобразовывать целый город. И сейчас это происходит, и происходит не только благодаря, на самом деле, нашему вкладу, а действительно вкладу жителей города. Спасибо нашим кураторам, которые вкладывают свои профессиональные знания и умения в этот проект, потому что без их профессионального взгляда, наверное, все было бы совсем по-другому. Номинация «Музей года». Победитель в номинации «Музей года». Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге. Павел, добрый вечер. Я родилась в Петербурге, и в детстве я, конечно, была на выставках в «Манеже», но потом я помню, что наступил такой длительный период безвременья, и жизнь там как-то так булькала, но, в общем, никак не закипала. И приезжая в Москву, и попадая вот в это прекрасное здание, в котором мы сейчас с вами находимся, я, в общем, с некой завистью сравнивала и думала о том, что вот как-то у нас не так. И вот пять лет назад, с приходом нового директора Павла Пригарая, это пространство нашего петербургского «Манежа» зажило совершенно особой жизнью, стало таким местом притяжения, пространством возможностей, пространством свободы, и там зародилась такая энергичная какая-то совершенно особая, ни на что не похожая, и очень важная, как мне кажется, для города нашего жизнь, потому что в этот музей очень полюбили приходить именно петербуржцы, что вообще, надо сказать, не очень просто сделать. Но петербуржцы приходят туда и потом долго и жадно обсуждают выставки. Так что, Павел, вам огромное спасибо. В одном из ваших интервью я прочла, чтобы вы ответили на вопрос, вам задали вопрос, какую выставку вы бы назвали успешной. Успешной. И вы сказали, что ту выставку, которую будут помнить через сто лет. Вот я желаю, чтобы в «Манеже» произошла еще не одна такая выставка, и надеюсь, что этот вечер вы тоже вспомните лет через пятьдесят. Спасибо большое и за особое привилегие получить этот приз Ксении из ваших рук и за то, что вы читаете, читаете мои интервью. Я, конечно, взволнован и хочу начать прежде всего с поздравлений, с поздравлений команды «Манежа», потому что это, конечно, приз принадлежит всем им и каждому из них. Именно их энергия лежит в основе, в том числе и этого приза, и тех проектов, которые мы делаем в «Манеже». Также, конечно, мне хочется поблагодарить и поздравить одновременно наш попечительский совет во главе с Семеновичем Михайловским, чей вклад в нынешний образ «Манежа» является очень важным. Семеновичем Михайловским, чей в 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 «Манежа» является очень важным. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.